За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 127 происшествий. Из них 10 преступлений, 6 из которых раскрыто. По четырем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 57 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. 24 марта текущего года на территории города Наринмара и поселка Искателей состоялось проведение специального мероприятия «Детское кресло», направленное на пресечение нарушений, связанных с перевозком детей в автомобиле до 12 лет. Сотрудники отдела госавтоинспекции совместно с представителями общественного совета проверили выполнение водителями-родителями требований правил перевозки детей-пассажиров на наличие в автомобилях детских удерживающих устройств. Стоит отметить, что сотрудники госавтоинспекции дежурили не только на дороге, но и у дошкольных образовательных учреждений. Полицейские и общественники проводили профилактические беседы с родителями, обращая особое внимание на то, что автокресло является обеспечением безопасности ребенка при возникновении дорожно-транспортных происшествий, экстренном торможении или резких маневрах. В рамках мероприятия проверено 85 единиц транспорта, выявлено 5 административных правонарушений, требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. В период времени с 25 по 26 марта 2017 года на территории города Нарьинмара и поселка Искателей сотрудники госавтоинспекции провели специальное мероприятие «Нетрезвый водитель» с целью массовой проверки автотранспорта, выявления водителя в состоянии опьянения, а также грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятия сотрудниками отдела госавтоинспекции округа проверено 125 единиц автотранспорта, выявлено и пресечено 8 административных правонарушений, выявлен один водитель в состоянии алкогольного опьянения. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 24 по 26 марта проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь», в ходе которого выявлено 15 административных правонарушений. Нарушение общественного порядка не допущено. В марте текущего года в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками полиции была получена информация, что в подъезде жилого дома по улице Рабочий находятся двое молодых людей, предположительно находящиеся в состоянии наркотического опьянения. В ходе проверки полученная информация подтвердилась и двое молодых людей были задержаны. При осмотре места происшествия в подъезде полицейскими обнаружены три свертка с измельченным веществом и приспособлением для курения. По результатам исследований, изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения, общим объемом около двух граммов. В настоящее время задержанные дали признательные показания. Следователям Следственного отдела управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Уважаемые жители округа, если вам стали известны факты незаконного оборота наркотических веществ, вы можете сообщить по телефону 8 911 650 57 49 или 8 818 53 426 42 421 40, а также на телефон доверия у МВД России по Ненецкому автономному округу. 8 818 53 421 52. Анонимность гарантирована. 24 марта этого года дежурная часть Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в городе Наринмаре незаконно реализует алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети друг вокруг. В ходе проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по Ненецкому автономному округу установлено, что гражданин, осуществлявший продажу алкоголя, доставлял заказ на автомобиль и во время очередной продажи он прибыл на адрес, указанный покупателем, где продал бутылку водки объемом пол-литра стоимостью 500 рублей. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции изъято 23 литра алкогольной продукции. Правонарушитель будет привлечен к административной ответственности по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица и по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством. По результатам проверки материалы административного расследования будут направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 22 марта текущего года в дежурную часть полиции обратился житель округа с заявлением о краже мобильного телефона. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что 22 марта местный житель 95 года рождения из помещения организации, расположенной по улице рабочей города Наринмара, совершил хищение мобильного телефона. По данному факту дознавателям отдела по организации дознания Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. 21 марта текущего года сотрудниками отдела экономической безопасности, противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу получена информация о том, что гражданин осуществляет незаконную организацию азартных игр в квартире, расположенной в поселке Искателей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий факт незаконной игровой деятельности подтвердился. В результате проведенных мероприятий оперативниками изъяты два ноутбука, три монитора, три системных блока, один модем, один роутер, сим-карта и денежные средства. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С 1 марта текущего года информационный центр сократил срок изготовления справки о наличии либо отсутствии судимости. Так, при подаче заявления гражданина за получение госуслуги через единый портал www.gosuslugi.ru срок выдачи справки составляет от 1 до 7 дней, вместо заявленных 30 дней. Подайте заявление в электронном виде и получите готовую справку за более короткий срок. Справки по телефону 8 818 53 457 02. Госавтоинспекции информируют. У школьников начались весенние каникулы. Большую часть времени дети будут предоставлены сами себе. Чаще находиться на улице, играть, прогуливаться. Увлеченные во время игр дети часто забывают об осторожности. В этот период сотрудники госавтоинспекции акцентируют внимание родителей и водителей на обеспечение безопасности детей на дорогах. Особая ответственность за эти дни ложится на водителей транспортных средств. Водитель, управляя автомобилем средством повышенной опасности, должен быть дисциплинирован и вдвойне сосредоточен. При подъезде к пешеходным переходам, автобусным остановкам водителям следует заблаговременно снижать скорость, а также быть предельно внимательными к юным пешеходам. Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой ответственности и от родителей или опекунов маленьких детей, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. Уважаемые родители, напоминайте детям основные правила движения каждый день, учите их ориентироваться в любых дорожных ситуациях, быть осторожными и внимательными. Это была программа 112 со взором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин